Здравствуйте, на канале Десна ТВ Новости, с вами в студии Виталий Волков. В Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника в связи с утратой доверия. Возможность его введения рассмотрит Минтруд. Сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия законом применяется только для госслужащих. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Сегодня срок службы трубопроводов уже перевалил за четыре десятка, поэтому наблюдается и усталость металла. Ремонт на теплосетях близится к завершению. Вечером ложимся отдыхать и уже, конечно, ребенок мечтает о скорее вернуться в сад. Детский сад Мишутка, оазис детства. Нас сам город Ясногорск впечатляет, поскольку это молодой, динамичный город. Ясногорск может стать туристическим центром Смоленщины. Мне кажется, Высоцкий – это для любой аудитории. Поэт Высоцкий всегда останется современным. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Летняя ремонтная кампания теплосетей города началась еще в мае на магистрали 2, 4 и 6 микрорайонов. С тех пор регулярно происходит периодическое отключение горячей воды в домах ясногорцев. Сколько еще будут продолжаться ремонтные работы? И когда же горячая вода в кранах будет постоянно? На эти вопросы нам ответил генеральный директор МУП ККП Вячеслав Сюдунков. Общий объем тепловых сетей в двухтрубном исполнении в нашем городе составляет 43 километра. Из них только за этот год заменено уже 250 метров трубопровода, включая трубы большого диаметра. На сегодняшний день успешно пройдены испытания в коммунально-складской зоне и в 7 и 8 микрорайонах. На магистралях и сетях 2, 4 и 6 микрорайонов уже устранены 16 дефектов. Но по результатам гидравлических испытаний остается еще 4. Сегодня срок службы трубопроводов уже перевалил за 4 десятка. Поэтому наблюдается и усталость металла, наблюдаются дефекты труб, связанные с коррозией уже от времени. Поэтому испытания с каждым годом выявляют все больше и больше мест, которые слабые на сетях. Поэтому и количество ремонтных работ увеличивается. И, к сожалению, а может быть к счастью, в этом году во время испытаний этими слабыми местами оказались достаточно протяженные участки на главных магистралях, на магистралях большого диаметра, что связано и с большим объемом и трудозатрат, и временных затрат, и в том числе объемом земляных работ, поскольку для большого диаметра, конечно, нужны совсем другие котлованы, совсем другие объемы по привлечению техники, людей, сил и средств. Сейчас мы находимся на месте производства работ по расширению зоны ремонта. На трубопроводе как раз ДУ-600 – это большие трудоемкие работы, ответственная магистраль, которая питает половину города, по сути. Поэтому все работы ведутся у нас в том числе с вертурочным, в том числе в выходные. Все для того, чтобы эти объемные работы завершить во время ремонтной кампании, чтобы нам не уходить в отопительный период. Кроме того, в эту ремонтную кампанию мы занимаемся не только испытаниями и ремонтами сетей, в том числе аварийными, в том числе заменами. У нас происходят регламентные работы по обслуживанию и в том числе замене арматуры на тепловых сетях. В частности, в этой камере за моей спиной арматура диаметром 600, которая ростом выше человека была отревизирована. В соседней камере была заменена эта арматура, а это тоже большой длительный масштабный технологический процесс, связанный в том числе с отключениями сетей. Ну и, кроме того, мы ведем работы по подготовке всей инженерной инфраструктуры. Это и система водоснабжения, и система канализования. Одних только водопроводных сетей мы уже за эту ремонтную кампанию тоже поменяли свыше 240 метров. Часть сетей уже отремонтированы и готовы к испытаниям. Но в связи с тем, что в данный момент ведутся работы на магистралях, коммунальщики не могут включить полную циркуляцию горячей воды. В связи с этим у жителей города возникает масса претензий и вопросов. Именно неоднократность этих отключений, она больше у людей вызывает вопросы. Но на самом деле достаточно много населения понимает, для чего это делается, и понимает, что работы ведутся на серьезных магистралях, понимает, что все это позволит нам не иметь у себя ситуации, которые происходят в других городах, в том числе крупных, в том числе в нашей Смоленской области. Все мы помним сюжеты достаточно пугающие зимних аварий в городе Смоленске. Чтобы всего этого не происходило, сегодня мы прикладываем все усилия как раз в летнюю ремонтную кампанию. Техники и персонала коммунальной службе вполне хватает, чтобы закончить работы качественно и в срок. Только погода часто подводит. Но несмотря на дожди, в 20-х числах июля коммунальщики планируют завершить с магистральной веткой 2-го, 4-го и 6-го микрорайонов и приступить к гидравлическим испытаниям 1-го и 3-го. Поддержка Смоленской АЭС и концерна «Росэнергоатом» во взаимодействии с администрацией Десногорска чувствуется во всех сферах социальной жизни города. Ни одна из возникающих проблем не остается без внимания атомщиков, тем более, когда дело касается малышей, их комфорта и безопасности. В 2018 году продолжается благоустройство детских садов. Замечательным подарком воспитанникам Мишутки стали новые прогулочные площадки с игровыми и спортивными комплексами. На средства, выделенные концерном «Росатом», в нашем детском саду были заменены все уличные игровые формы, ну, в частности, 43 малых формы – это качели, карусели, песочницы, домики, горки, 13 игровых комплексов больших и 5 спортивных форм. Для безопасности детей на 5 прогулочных участках под игровыми формами уложено резиновое покрытие. Все игровое оборудование сертифицировано, соответствует современным требованиям, безопасно, экологически чистое. Дети и родители очень довольны, отзывы самые наилучшие. Со словами большой благодарности все обращаются и к нашим дорогим атомщикам, и к концерну «Росатом», все благодарят, говорят огромное спасибо за заботу о наших детях. Детский сад «Мишутка» за последние годы приобрел современный вид. Красивый яркий фасад радует детей и их родителей. Детские площадки стали красочными, уютными, приспособленными для подвижных игр на свежем воздухе. Дети с большим удовольствием утром идут в садик, а родители со спокойствием оставляют их на целый день. Здание, конечно, оно яркое, оно красивое, оно к себе влечет деток. И на фасаде встречает «Мишутка» с распростертыми объятиями, ждет детей. Ну и, конечно, всю картину портили уже устаревший спортивный инвентарь на прогулках. И было, ну, не любо глазу посмотреть. Но для нас было чем-то восхитительным, когда мы узнали, что еще один подарок нас ждет, и еще одни приключения для детей. Мы все ждали. И, конечно, у детей теперь появились любимые горки, любимые качельки, любимые карусельки. И все это вечером ложимся отдыхать, и уже, конечно, ребенок мечтает о скорее вернуться в сад. Феноменальный ремонт, очень все красиво, очень все нравится. Детки как бы восторгом выходят играть. Даже вот когда я вызываю детей играть на площадку, они просто одеваются и просто бегут скорее как бы на прогулку. Как бы все очень все нравится, в восторге. Потому что как бы тут новый фасад, очень красиво, ярко, красочно. Здесь все, да. Новые покрытия очень хорошие, тем более для таких спортсменов, как наши активные дети. Все у всех устраивает. Качели, инвентарь, который очень хороший подался, да. Сейчас у нас везде он используется. Все дети в восторге. Смоленские атомщики много внимания уделяют воспитанию подрастающего поколения с самого раннего возраста. Они уверены, в детских садах Десногорска растет их будущая смена. 17 июля Десногорск посетила проектная аналитическая экспедиция «Академия профессионального гостеприимства». В нее ходят специалисты, которые занимаются развитием туризма на Смоленщине. Изучая достопримечательности и красоты нашего края, они выискивают те изюминки, которые можно показать гостям не только из России, но и зарубежья. В этот раз они проложили маршруты Смоленска в Десногорск через Новоспаское. В нашем сюжете мы расскажем вам, чем они поделились на встрече с представителями администрации нашего города. Центр кластерного развития туризма при поддержке Департамента по культуре Смоленской области запустил программу «Академия профессионального гостеприимства». Цель проекта – объединить в единые кластеры всех, кто так или иначе причастен к туристической индустрии. Это общественные организации, учебные заведения, музеи, заповедники и национальные парки. Индивидуальные предприниматели из области общественного питания и гостиничного бизнеса, журналисты и рекламщики. 17 специалистов проехали по маршруту Смоленск-Новоспаское-Десногорск. После ряда экскурсий они встретились с руководителями администрации Десногорска. Гости представили презентацию о работе проекта развития туризма на Смоленщине и поделились первыми впечатлениями о привлекательности Десногорска как туристического объекта. Привлекли те базы отдыха, которые мы сегодня увидели, поскольку это действительно очень комфортный отдых. Я бы даже сказала, что и европейского уровня мы увидели объекты, которые могут достаточно хорошим сервисом гордиться. Также нас сам город Десногорск впечатляет, поскольку это молодой, динамичный город. Ну и в принципе производственный туризм – это сегодня тренд. Поэтому я думаю, что у всего этого есть большой потенциал и большое будущее. Администрация Десногорска неоднократно заявляла, что в нашем городе есть большой потенциал для развития туристического бизнеса. Заместитель главы Александр Новиков отметил, что Десногорск сам может быть объектом для туристов. У нас есть очень много интересных памятников, есть очень много интересных памятных мест. Есть два больших плюса. У нас это Десногорское водохранилище и Смоленская атомная станция. Встреча специалистов администрации с участниками проектно-аналитической экспедиции проходила в форме взаимного диалога. И у экспертов сложилось определенное мнение. Чувствуется, что потенциалы здесь, разумеется, есть. Очень радует, что присутствуют интерактивные программы. Сейчас это очень популярное направление. Есть запросы как раз-таки о туристических групп. Соответственно, уже есть наработки кое-какие. И, скорее всего, Десногорск будет включен в новые туристические маршруты по Смоленской области. Участники совещания пришли к единому мнению, что они нашли объект для дальнейшего плодотворного взаимодействия. Владимир Семенович Высоцкий – советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен, прозаических произведений и сценариев. Прошло уже 38 лет, как он ушел из жизни. Он ярко горел и погас в один миг. Но его творчество до сих пор вызывает отклик в сердцах и душах людей. В оздоровительном лагере «Созвездие» Дома детского творчества Дню памяти Владимира Высоцкого посвятили целую театрализованную постановку. О том, как современные дети воспринимают творчество великого поэта прошлой эпохи, мы расскажем вам в нашем сюжете. Полумрак зрителей и Высоцкий. Высоцкий из динамиков на экране и в сердцах. Роли, исполненные им в десятках кинолент, восхищают. Его песни – оголенный нерв. В них он раскрывал себя таким, каким он был на самом деле. Голос с хрипацой, поющий о главном и вечном, знаком и любим всеми. Перу поэта принадлежат 100 стихотворений и 600 песен. Он затронул многие темы в своем творчестве – политические, любовная лирика, юмористические и даже блатные. Он смело высказывался своими текстами против сложившегося строя, иногда напрямую, иногда иносказательно. Ребята разного возраста, с глазами полными внимания и восторга. Слушали произведения, как в исполнении самого автора, так и вожатых. С удовольствием пели сами. В этот день читали стихи Владимира Семеновича, показывали театрализованные постановки и вспоминали его не только как гения, но и как человека. У него особенный голос, он сам играет свои песни, сам придумывается, сам сочиняет. Мне очень нравится его творчество. Меня поразили две песни. Это были «Спасти наши души» и «Парус». Потому что парус, он как-то сгибает за душу то, что человек бился и бился, и вдруг у него что-то не получилось. И он говорит, что порвали парус. Я каюсь, каюсь, каюсь. «Спасти наши души», то, чтобы не сдавались люди, чтобы верили в себя и в свои силы. Автор идеи мероприятия Марина Новикова познакомилась с Владимиром Высоцким еще в глубоком детстве благодаря отцу. Его творчество сразу запало ей в душу. В нем есть все. Вот все, что может быть в человеке, в грандиозном, в великом человеке. Мне все время казалось, что это человек, который живет со мной, с которым я иду. В отряде вожатой Екатерины Манюковой дети от 7 до 10 лет. Но, по ее мнению, возраст слушателя не важен, когда речь идет о таких людях, как Высоцкий. Мне кажется, Высоцкий – это для любой аудитории. Мне кажется, даже таких маленьких детей уже надо приобщать, рассказывать о таких великих людях, каким был Высоцкий. Владимир Высоцкий написал много песен для кино и мультипликации. И в завершении мероприятия ребятам показали мультфильм 1981 года «Алиса в стране чудес». Именно по мотивам произведения Льюиса Кэрролла Высоцкий в свое время написал радиопьесу. В интернете смоляне делятся кадрами угрожающего вида природного явления, которое они наблюдали накануне. Огромное облако необычной цилиндрической формы распорстелось над областным центром перед началом грозы. Такое метеорологическое явление называется шкваловый ворот или грозовой вал. Этот вид облаков возникает только в теплое время года и при высокой влажности. В отличие от смерча, на который очень похож грозовой вал, опасности он не несет. Живет он не дольше трех часов. Вскоре после необычного природного явления на областной центр обрушилась сильнейшая гроза. В Десногорске погода тоже не радует. 20 июля в городе будет облачно, ожидаются дождь и гроза. Днем плюс 23, ночью плюс 18. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefestv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.